В прошлом году в наши хунды поступила коллекция предметов археологии, которые были переданы так называемым Центром по охране памятников истории и культуры Хабаровского края. Этот Центр в 2017 году произвел аварийные спасательные раскопки на памятнике археологии федерального значения Санаторий Амурский. Этот памятник был открыт довольно давно. Впервые он был обследован в 1935 году академиком Окладниковым. Впоследствии, через более чем 20 лет, им было принято решение вернуться к исследованию этого памятника. По результатам работ, которые были произведены в 1958-1959-1960 годах, была получена очень интересная коллекция археологических предметов и экспонатов, которые сейчас находятся частично в фондах Гордековского музея и частично находятся в Новосибирске, в фондах сибирского отделения Российской академии наук. По результатам этих раскопок, первых, были получены предметы, которые позволили установить наличие здесь артефактов эпохи каменного века и эпохи раннего железного века, а также были обнаружены предметы эпохи средневековья и этнографии, то есть предположительно относящиеся к нанайцам 17-18 веков. Памятник находится на территории нашего города, на территории города Хабаровска и, соответственно, занимает очень большую территорию, на территории нынешнего санатория Амурский. Он находится в довольно стабильном состоянии и поэтому, когда возникает угроза и возникло его частичного уничтожения, то есть в данном случае обрушение надпойменной террасой реки Амур, то было принято решение о проведении спасательных археологических раскопок. Они были проведены в 2017 году под руководством хабаровского археолога Артура Ласкина. В результате этих работ была получена коллекция очень ценных артефактов, которые были обработаны, исследованы и по итогам завершения этих работ в течение двух лет в 2019 году были переданы в фонды Музея истории города Хабаровска. В результате мы решили организовать выставку, которая отражает все этапы проведения работ, историю памятника и историю его исследования, нынешние проведенные раскопки и, соответственно, сами предметы, которые были найдены в процессе раскопок. Всю коллекцию можно разделить на несколько категорий. Были исследованы предметы и найдены предметы, изготовленные из камня, из кости и из керамики. И всего лишь один предмет был изготовлен из металла. В данном случае, если брать их культурную принадлежность, то мы можем видеть, что сами предметы относятся к разным археологическим культурам. В этом состоит именно особенность данного памятника, что в одном и том же культурном слое, в одном и том же слое грунта находятся артефакты совершенно разных эпох. Археологи объясняют это следующим, что каждая последующая культура археологическая, ее представители, люди находились на данном месте и, соответственно, разрушали частично тот культурный слой и те артефакты, которые были созданы их предшественниками. Поэтому в одном и том же культурном слое мы можем видеть такие предметы, как каменные артефакты эпохи каменного века, затем предметы, которые созданы были носителями культуры раннего Железного века, и, соответственно, есть ряд предметов, которые предположительно указывают на их средневековое предположение, но это тоже гипотеза, которая пока еще не подтверждена. Итак, на нашей выставке можно видеть следующие предметы и уникальные артефакты. Впервые на данном памятнике было подтверждено наличие одной из самых древнейших керамик в мире, керамики так называемой осиповской культуры, которая была создана ее представителями в 13-10 тысячелетиях назад. Керамика данной культуры являлась одной из самых дальнейших и самых первых в мире. Именно ее представители, когда ушли с территории Преамурья, двинулись на запад и передали свои традиции в Центральную Азию и далее Ближний Восток и в Европу. То есть по всему миру керамические традиции распространялись именно с территории Восточной Азии, из которых Преамурья, в том числе и территория города Хабаровска, была одним из самых первых очагов ее возникновения, формирования и распространения. Поэтому мы выделили эти фрагменты керамики в отдельные витрины, потому что они в какой-то мере уникальны, являются одними из самых древнейших в мире. Следующими артефактами являются артефакты эпохи неолита, так называемого нового каменного века. Здесь они представляют следующие археологические культуры. Культуры Малышевская, Кандонская и Вознесиновская археологическая культура. Данные археологические культуры были исследованы в 50-х, 60-х и 70-х годах известными сибирскими учеными-археологами Окладниковым и Деревянко. И в данном случае у нас представлены такие вещи, как каменные артефакты этих археологических культур. Эпоха их существования, в частности, Малышевская археологическая культура. Эпоха Кандонской культуры – это 8-е, 6-е тысячелетия до нашей эры и 6-е, 5-е тысячелетия до нашей эры, которые разделяются на период эпохи ранней Кандонской культуры и поздней Кандонской культуры. В данном случае, среди предметов, которые к ним относятся, мы можем видеть такие вещи, как так называемые нуклиусы. Нуклиусы – это исходные камни, которые служили в качестве сырья, с которых скалывали пластины и очипы. Потом с помощью этих пластин изготавливали уже следующие инструменты, такие как наконечники стрел, наконечники дротиков, рисцы, скребки, которые и служили как в качестве орудий труда древнему человеку, так и в качестве оружия и орудий охоты. Мы видим нуклиусы разных форм и разных размеров. О чем это говорит? То, что каждая археологическая культура имела определенные особенности в производстве и использовании разных типов горных пород и, соответственно, разных камней. В данном случае с помощью тех же резцов изготавливались изделия из кости. И изделия из кости также представлены на нашей выставке, причем их количество довольно велико, что является уникальным для конкретно нашей коллекции и вообще для приамурья в целом, потому что изделия из костей такого возраста, а им более 2000 лет, сохраняются очень плохо и практически отсутствуют в других коллекциях. Таких изделий крайне мало. В данном случае мы можем видеть предметы, которые изготавливались с помощью каменных инструментов. Это и наконечники стрел, это украшения, это, соответственно, предметы, которые служили в качестве орудия труда. К примеру, та же мотыга. Часть из них служила в качестве украшений, к примеру, как те же полированные клыки, кабана. Эти предметы уже относятся к последующему этапу. То есть вся костяная коллекция артефактов относится уже к эпохе раннего железного века, которая представлена у нас артефактами двух культур. Это урильская археологическая культура, которая возникает здесь в XII веке до нашей эры, и польцевская культура, которая сменяет урильскую культуру в V веке до нашей эры. И существует вплоть до III-IV веков нашей эры.